Привет, это канал Джон и Ева. Продолжаем нашу кругосветку. Мы уже проехали автостопом. Все, что вы видите, кроме трех самолетов. И в начале этой серии мы в городе Панама. Все собрали, сотый с чем-то раз. Мы тут спали, было разложено очень уютно. И мы едем дальше. Мы едем в один город, который называется Давид. И да, правда, очень смешно. Ева сейчас заметила. Мы думали, столько тут китайцев. Где же они делают зарядку? Здесь очень плохо видно будет, но там китайцы делают зарядку в 6 утра в субботу. Вот это китайцы. Ух, они какие молодцы. Парковка внизу, два этажа. Вот, довольно много машин даже сегодня, суббота, в 7 утра. Чао, Пеги. И мы едем в эту сторону. Панамский канал. Мы уже едем много часов. Это третья машина. Я немножко снимал из окон, но первая машина, там, мужчина не очень хотел разговаривать особо. Просто очень, очень много удивлялся, что мы не платим за автостоп. Ну, нормально, согласился. Потом... А, это, на самом деле, это был второй. Это был другой рио, где люди спутят. Смотри, здесь, да? А, здесь люди плавают много, говорят. Но там никого нет сейчас. Короче, да, первый мужчина подвез нас немножко, как бы до выезда города. Мы ехали 200 километров с вторым, и теперь мы едем с одним итальянцем. Он переехал в Перу, когда ему было 4 года, и теперь он... И он жил там 17 лет, служил там в армии 4 года, и теперь он живет в Панаме и занимается... Что-то с электричеством. Очень интересно. Пауло. Он очень веселый, и он работает в разных местах по всей стране, потому что, ну, там, когда разные проекты возникают большие, и, да, у него есть жена из США, и они живут где-то в горах, и ему очень там нравится. Это лентра и лейдроэлектрика, и там есть ее пропаганда, и, смотри, они живут где-то, они не хотят лейдроэлектрика, и, смотри, 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 смотри. Да, тут есть индейцы, которым не нравится, что там построили дамбу, и все всякие вывески, как бы, протестуют. Мы приехали, мы остановились в ресторане, Пауло пригласил нас попробовать. Типическую еду, типичную панаманскую еду, хотя это, как бы, не его родина, но... И он говорит, что... кто-то говорит такое слово, говорят, что это русское... как? Карифан? Карифан. Карифан? Карифан. Да, мы не уверены. Ева думает, что, может быть, это, типа, тюремный жаргон, но... Типа, как конец или как друг. Как друг, что ли? Не знаю. Он говорит... я говорю, что, мне кажется, может быть, это из тюрьмы. Он говорит, да, точно, потому что они сумасшедшие, и они очень сильные. Так что он знает каких-то русских здесь. Здесь очень, да, вкусный супчик. Он говорит, что это, как бы, суп в зелени, и это юка. Да, юка такой... ну, похоже на картошку, но другое. Приятного аппетита. У нас еще еду принесли. Вот я взял с мясом. У них с рыбой. Как тебе? Очень вкусно. Да, тут есть еще макароны такие. Платано и рис. И что-то еще, непонятно. Рото-чиликанус. Рото-чиликанус. Может быть, потом поищем по переводчику. Как настоящий военный, Павло уже доел все очень-очень быстро. Говорит, что есть все ложки, потому что быстрее. У меня еще много осталось. Но, правда, он мне дал вот эти макароны и еще этот банан, типа. Да? Да. Говорит, что не хочет. Итог такой, что нам достался такой замечательный водитель. Нам так повезло, что он остановился. Он нас довез до самого... Он нас довез до самого дома. Сделал в крюк 18 километров. И он очень-очень добрый итальянец. Вообще нам очень повезло. Он нас так вкусно накормил. Дал нам дорогу яйца, лук, кучу-кучу мандарины. Прям довез до порога. Вот, и сейчас мы встретили Келли. Это дочка нашего хвоста. Вот, да. Это дочка Роза. Так что сейчас мы ждем Розы. Пока разговариваем с ее дочкой. И она уже смотрела наши видео, как выяснилось. И даже поняла, что мы были первые там, где начало было. Молодец. Ага. Ребята, доброе утро. Вот такой вот отдельный прямо дом нам выделила семья. Наш хост Роза. Здесь вот у нас такое небольшое крыльцо. Вход в их дом. Здесь вход в наш дом. Она когда-то сдавала это этому китайцу в аренду. Здесь вход в ванну. Джон как раз принимает душ. И вот наша спальня. На самом деле очень хороший домик. Уютный, но одно но. Очень жарко. Нам сказали, что это один из самых жарких городов в Панаме. Город Давид, где мы находимся. И вот время 9.30 утра солнце светит. Прямо в комнату. Поэтому у меня зашторены окна. Было очень жарко. У нас здесь нет ни вентилятора, ни кондиционера, ничего. И было настолько жарко, что вся простынь. Все покрывала. Вся наша подушка. Вся одежда, которая была на нас. Все было абсолютно мокрое. И такое ощущение. Ты только принял душ. Вечером исходил душ. Через полчаса я уже чувствую меня по спине. Чувствую меня по спине течет пот. Очень жарко. Я не помню, когда в последний раз я чувствовала такую температуру. Мне кажется, что по ощущениям, как в Судане. В Судане было 48-49 градусов. Здесь 36 градусов. Ночью где-то 29-28. Но очень-очень жарко. И нет ни малейшей надежды на дождь. Ни малейшей. Так что уже на самом деле я жду, когда мы пойдем в Коста-Рику. Открою вам небольшой секрет. Если для вас это секрет. Потому что нас очень много раз спрашивали. Встретимся ли мы со Стасом и с Никой. Да, мы конечно встретимся со Стасом и Никой и Соней. И более того, мы даже остановимся у них. Ребята нас пригласили к себе пожить. И они нам написали с самого начала, как только они переехали в Коста-Рику. Они сказали, ребята, когда вы будете у нас? У нас есть для вас место. Приезжайте. Так что мы в 400 километрах от города Сан-Хосе. От столицы Коста-Рики. Где нас уже ждет Стас и Ника. И они живут в горах. Я вчера писала о Нике. Говорю, Ника, так жарко. Мы так рядом с вами. Но здесь так жарко. У вас такая же духота? Она говорит, нет. У нас очень свежо. Мы в горах. Очень здорово. Так что я прям в предвкушении. Потому что в этом путешествии я поняла. Если раньше затруднялось стоить на вопрос, что мне больше нравится, жара или холод, то теперь я однозначно могу сказать, что мне нравится больше холод. Потому что, когда холодно, ты можешь одевать на себя неограниченное количество одежды. Ты можешь одевать, не знаю, окутываться в различные одеяла. Всегда, где рядом люди есть одежда, они тебе принесут кучу всего, и ты не замерзнешь. Но если очень жарко, ты можешь даже раздеться до гола, и тебе все равно будет очень-очень жарко. И просто это такое чувство, что ты здесь ничего не можешь поделать. Может быть вам странно это видеть, когда у вас зима. Но я просто не могу. Когда так жарко, это очень сложно. Вот наш вид из окна на улицу. Ой, я прям даже снимаю, и мне уже жарко. У нас приключение продолжается. Мы едем к дому сестры нашего хоста, и мы просто остановились на заправке, и мы взяли такое как бы мороженое, фруктовый лед, типа, в стаканчиках. И они просто облизывают, по-моему, сначала вот так вот. У меня роза. Я такая, что такое роза? Они такие, ну, экстракт розы. Это так вкусно. Выглядит как будто это напиток, но он, видите, не течет. И так что сначала ты его облизываешь, а потом он тает, и ты его пьешь. Да, и у меня кокос, там очень много разных фруктов есть, ананас и так далее. Ага, вот так вот она как-то сделала. Прикольно. Приятного аппетита. Сейчас, ребята, мы приехали в дом сестры нашего хоста, сестры розы. Вот роза, и много-много больших деревьев, и огромный дом с гамаком. Здесь, надо признаться, не так жарко, получше, чем в горке. Да? Классно? Да. Мы идём что-то собирать, какие-то фрукты. Собаки. Лимон? Что это? Он говорит, что семечки этого дерева из Москвы, но я думаю, что он шутит. Ага. Так, и что же это такое? О, почти. Кажется, как яблоки, но совсем не яблоки. Букты. Как здесь красивые. Да, выглядят как яблоки. А здесь такие цветы. Beautiful flowers. Вот стоим мы здесь в Панаме, ребята, пока у вас там снег, и собираем с местными их местные фрукты, название которых мы даже не знаем. Смотри вокруг, столько деревьев. Да, очень много деревьев. Столько деревьев. И в ту сторону, по-моему, просто деревьев, деревьев, деревьев. И река здесь. Они предлагали пойти на реку. Да. А мне нравятся вот эти цветы. Вот эти. Как мочалка. Ну вот такая техника. Красота. Все очень красивые. короче мужик издевается он прям так и хочет чтобы джон что-то не поймал как она выглядит в центре график вот так выглядит в центре и косточка такая большая вкусно да но я никогда не пробовал что такое и у них просто все тут растет здесь типа и но не бананы платана а вот это авокадо где-то манга же растет где-то папа а он там растет как мы из холодной колумбии здесь оказались вообще не понимаю как в бразилии 35 градусов по-моему то ромка с мы фаворита все это ромка с грейпфрут это грейпфрут я так люблю грейпфрут но есть разные надо будет попробовать у меня есть мечта чтобы в будущем у нас была земля где-то где можно посадить грейпфрут и наслаждаться грейпфрутом у меня эта мечта появилась в намибе когда у них там было дерево грейпфрута я так люблю грейпфрут я вообще каждый день пил грейпфрутовый сок москве обычно везде там еще какие-то фрукты растут наверху то блин все тут есть вот нашли один грейпфрут точнее что уж там нашли только что сорвали запах классный сложно может потому что по-моему они говорили в намибе что когда очень сухо тогда шкура как сказать шкура до шкурка плохо отходит нет они тоже шкурка обычно говорят курка шкура обычно говорят у животных учимся русском вот у собаки шкуры а у грейпфрута шкурка прошло 30 минут шутка ой 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 прошла на самом деле минуты но сейчас специалист по грейпфрутам человек которого грейпфрут самый любимый фрукт специалист по вкусу мне очень нравится этот вкус но обычно я раньше просто пил сок потому что это гораздо проще но я научился на что в намибе как-то открывается кушать но там они были такие вкусные что я прямо ел как 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 апельсин а здесь не вкусно здесь не очень сладко пока вкусно принципе здесь ребята речка даже слышно как шумит а мы туда сейчас спустимся оказывается у сестры и розы и ее мужа сестры розы здесь бар свой собственный и здесь маленькие домики прямо в этом огромном не за саду ферме и ты можешь их арендовать снимать как россия и разные разные фрукты он показывал нам час дерево мангами это что где-то там огромное говорит что манга очень большими и вот как выглядит бар с такой вот террасы ой даже попугайчик и разговариваешь а а а а а и потом рассказывать что там декор это же коста-рика и прямо рядом границы и мы сейчас поделись до 12 километров географически 20 по дороге и здесь прямо пропасть в реку и сейчас мы спускаемся из бара вот по такой тропинке к реке наши что достаточно сложно очень сложная тропинка мы проходили разные маленькие водопаде ки и проходили по бревна и проходили по супер старой лестнице которая уже совсем не лестница и наконец-то спустя минут 15 мы слышим и видим уже воду ребят час момент атмосферы просто пройдите со мной послушайте эти звуки вот это немножко как в россии осень и здесь же песок ура мы пришли на речку как же здесь необычно под ногами ребята камни песок и желтые листья ой река просто прозрачная вот теперь я залезла воду вода холодная а ты видишь как листья летят с деревьев прям как осень как осень в родной россии я уже сел целую тарелку но мы тут едим они приготовились только еды это немножко похоже на плов но вот это рис такой с курицей там кукуруза так далее и есть такой салат с картошкой круто это вообще самое большое окно как называется по-русски люк люк крыша короче окно на крыше которое я видел в жизни просто огромное все можно видеть постоянно и тут кстати есть еще сиденье сзади и это не сан-кашкай я даже не знала что здесь еще два сиденья сзади и я там сидела достаточно нормально особенно если ты здесь сзади хорошо мне говорили что у нашего хвоста есть трое детей но один погиб он погиб почти год назад в марсе в дтп он заснул за рулем учился на повара очень грустно ему было 21 год вот его брат которому 17 лет сейчас такой важный момент исторический момент эти сланцы мне прослужили с египта здесь еще даже на арабском что-то написано вот я в них искалесила всю африку южную америку и вот теперь они порвались так что мне уж прям больно и в бразилии в прудной топлисе мы купили такие сланцы аваянос прям как очень красивые я прям как настоящая бразильская женщина в аваянос точнее как настоящий бразильский человек что уж там мужчина и женщина и дети в аваянос я очень красивенький а мне неудобно говоришь ну они такие больше как просто эти были по ноге у меня прям нога там так утопала и было очень удобно но они конечно уже просто ты просто не привыкла еще не ну мне нравится нужно break them in как сказать break in your shoes типа нужно разносить да? разносить да ну очень красивый здесь даже бразильский плат я сейчас вам покажу да красотка спасибо здесь так жарко очень жарко а я тут сижу монтирую пишу субтитры для этого видео в гамаке удобно одежда сушится а у нас сейчас обед и мы решили с ним приготовить нашей семье дорогой из панамы русские блинчики но перед этим они решили угостить нас такос они приготовили такос они сказали что не знают насколько это мексиканские как мексиканские? она говорит да только я не знаю какие там в мексике вот еще она отварила юку юку мы уже ели в бразилии может быть вы помните очень похоже на картошку на самом деле это не картошка а здесь что? чили мы ели ой это это сала мне кажется да? ого ну это свинина она говорила круто